Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «С меня хватит». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Боже благослови Америку 2011 года. Фрэнк просто выдохся, соседний вежда, постоянный плач ребенка, глупая болтовня коллег и в довершение всего, еще и опухоль мозга, достав пистолет, уставший от жизни герой, находит для себя неожиданного друга и союзника по имени Рокси. Эта девушка-студентка, проявляющая нетерпимость к идиотам вокруг и мыслящая в точности, как Фрэнк. Он дает ей уроки стрельбы, а она ему – цели, которые нужно поразить. Гран Торино 2008 года. Вышедший на пенсию автомеханик Уолт Ковальски проводит дни, подчиняя что-то по дому, попивая пиво и раз в месяц заходя к парикмахеру. И хотя последним желанием его недавно почившей жены было совершение им исповеди, Уолту, ожесточившемуся ветерану Корейской войны, всегда держащему свою винтовку на готове, признаваться, в общем-то, не в чем. Да и нет того, кому он доверял бы в той полной мере, в какой доверяет своей собаке Дейзи. Все эти люди, коих он некогда называл своими соседями, либо переехали, либо ушли в мир иной, а на смену им пришли эмигранты, которых он откровенно презирает. Телефонная будка 2002 года Один телефонный звонок может изменить всю жизнь человека, или даже оборвать ее. Герой фильма Стью Шеффорд становится пленником телефонной будки. Что вы сделаете, если услышите, как в телефонной будке зазвонил телефон? Скорее всего, инстинктивно поднимите трубку, хотя прекрасно знаете, что кто-то просто ошибся номером. Вот и Стью кажется, что на звонок надо обязательно ответить, а в результате он оказывается втянутым в чудовищную игру. «Только положи трубку, и ты труп», – говорит ему невидимый собеседник. Бойцовский клуб 1999 года Терзаемый хронической бессонницей и отчаянно пытающийся вырваться из мучительно скрученной жизни, клерк встречает некого Тайлера Дёрдена, харизматичного торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование – удел слабых, а саморазрушение – единственное, ради чего стоит жить. Пройдет немного времени, и вот уже главные герои лупят друг друга, почем зря на стоянке перед баром, и очищающий бардобой доставляет им высшее блаженство. Приобщая других мужчин к простым радостям физической жестокости, они основывают тайный бойцовский клуб, который имеет огромный успех. Но в концовке фильма всех ждет шокирующее открытие, которое может привести к непредсказуемым событиям. «Таксист» 1976 года Тусклый свет слепых фонарей, скелеты фабричных труб, задыхающихся в собственном дыму, павелонские башни небоскребов – все это от нового времени – Нью-Йорк. Ветеран вьетнамской войны Трейвис Бикл ведет свое одинокое такси по ночным улицам бесконечного города, и перед ним разворачивается мрачная панорама человеческих грехов. Как свитыхозаветный пророк, он надеется, что однажды небеса пошлют на землю спасительный дождь, который очистит Нью-Йорк от вековой грязи. А когда умирает надежда, остается только ненависть. Огненный ливень обрушится над головы грешников. Таксист позаботится об этом. «Соломенные псы» 1971 года Дэвид Саннер – молодой американский математик, который устал от хаоса, творящегося в колледже, где он преподавал. Дэвид хочет уединиться. Вместе с женой Эми он приселяется в новый дом на побережье, в одном из городков Англии, где родилась и выросла Эми. Но жизнь на новом месте не заладилась. Дэвид занят своими исследованиями. Эми же скучно, и она начинает флиртовать с местными мужчинами. Кроме того, появляется напряженность с соседями, которым новенькие не очень нравятся. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok